всем привет сегодня пополним плейлист об алкоголизме короче давно ничего не снималась там не добавлялось так вот сегодня поговорим о стадиях выведения алкоголя из организма всего их основных три стадии да ладно первая стадия это непосредственно сам вывод алкоголя из организма в среднем неважно от состояния вашего здоровья от пола от возраста вообще похуй выводится 015 промилле алкоголя час то есть как это происходит допустим вы пьете в течение восьми часов это не значит что весь этот алкоголь у вас именно усваивается то есть то что вы выпили например час назад она может уже пойти на выветривание поэтому например пивные посиделки могут затягиваться на сутки например на полутора на двое потому что как бы человек пьет пьет и не напивается если вы там еще едите сходили в душ там или погуляли твою реально можно на пиве сидеть очень долго и ну и не напиваться пока уже просто не устанете не ляжете спать то есть скорость выведения алкоголя 0 15 промилле в час неважно пол неважно состояние здоровья там печени почек это неважно потому что алкоголь выводится в первую очередь дыханием а вы дышите постоянно это точно и потом вы потеете практически постоянно даже незаметно для себя либо для окружающих первая стадия это время как только вы прекратили пить пошло время у вас потом и дыханием выводится алкоголь например вы спите и во сне это происходит с утра вы просыпаетесь и начинается активно вторая фаза выведения алкоголя она может присутствовать и при первой стадии но наступает активно после того как вы перестали пить и поспали какое-то время когда прошла фаза времени вам хочется в туалет и так вот и по легенькому так у вас выводится уже не алкоголь а продукты разложения алкоголя то есть как бы вы все эти дела свои сделали и вас хоп аж в голове легче становится это продукты разложения алкоголя вышли либо полностью либо частично из вашего организма обычно нужно несколько раз так хорошенько просраться и просаться говорю какие чтоб все продукты алкоголя из вас были выведены далее вы чувствуете себя уже абсолютно трезвым чувствуете себя нормально но у вас идет еще третья стадия это стадия вы снижение белирубина в крови как выводится белирубин происходит это следующим образом вы это заметите стадия времени у вас прошла вы продукты разложения алкоголя выстрели высали душ там приняли прошло там еще несколько часов вы поели поделали там какие-то дела может быть уже и на работу пошли и так далее то есть вы нормально себя чувствуете а потом вам как-то хочется в туалет но не так как обычно вы идете и у вас моча такого желтого либо даже ближе коричневому цвету и и обычно немного и вот после этого вы чувствуете полное облегчение вот когда-то белирубин выходит из вас с мочой вот это и есть третья стадия выведения алкоголя из организма может быть я как-то грубо рассказываю вы уж извиняйте но у меня формат канала такой тут и маты тут могут и нахуй послать после этой стадии вы уже абсолютно чисты от алкоголя то есть ваш организм но в принципе после первых двух стадий уже можно садиться за руль потому что когда вы будете продуваться в трубку трубка реагирует на выдыхаемый этанол а не на белирубин который там у вас просто в крови там в желчных протоках еще остался всем спасибо за просмотр меньше пейте больше проводите время свежем воздухе сейчас актуально жмите лайки жмите на колокольчик подписывайтесь на этот канал садись в любит правду